Закулисье это довольно нестабильное и страшное место, где имеются довольно много уровней, из которых нельзя либо же невозможно выйти, сегодня о них и пойдет речь, начинаем. Уровень конец. Предполагается, что конец — это уровень ловушка, который создает иллюзию побега из-за кулисья. Планировка этого уровня состоит из кажущейся бесконечной современной библиотеки, основная часть которой в центре украшена металлическими буквами, образующими фразу «конец близок». Странники, которые перейдут на этот уровень, будут испытывать почти полную тишину, с некоторыми областями с уровнем шума минус 6,2 dB. Центральная часть уровня почти такая же тихая, как и все остальные, хотя компьютерные терминалы внутри громко гудят. Рекомендуется остаться здесь и не исследовать уровень дальше, чтобы избежать чувства изоляции. Покинуть этот уровень чрезвычайно сложно из-за нестабильности его планировки. Например, при ходьбе в одном направлении кажется, что уровень заце и клевается. Но если вы развернетесь в этот момент, вы столкнетесь со стеной. Также было зарегистрированы частые случайные выпадения из реальности, при этом не приводящие к выходу из уровня. Выходы существуют, но в настоящее время нет возможности их задокументировать. Кроме того, уровень может привести к тому, что странники не смогут воспринимать других странников, даже если они находятся в непосредственной близости. Поддельные реальности конца иногда могут содержать выходы на другие, более безопасные уровни, но они не всегда стабильны. Надежный способ покинуть конец так и не найден. Вполне возможно, что фальшивая реальность может привести к другим уровням закулисья. Уровень восклицательный знак Уровень восклицательный знак, известный как «Беги ради жизни», состоит из длинного коридора длиной около 10 километров, по своей структуре, напоминающего больницу. В коридоре есть несколько дверей, каждая из которых находится на расстоянии примерно 3 метров друг от друга. Кроме того, на протяжении всего уровня имеются яркие, мерцающие указатели выхода, каждая из которых находится на расстоянии около 10 метров друг от друга. Войдя в помещение, человек сразу же замечает громкий звук тревоги без видимого источника. Звук тревоги меняется от человека к человеку и становится наиболее тревожным для того, кто находится на уровне в данный момент. Через несколько секунд после входа на уровень, человек заметит Орду существ, гончи, кожевники, личи и так далее, направляющихся прямо к нему. Очевидная цель заключается в том, чтобы как можно быстрее покинуть уровень, пока не стало слишком поздно. Нужно бежать без остановки, избегая различных препятствий в коридоре, таких как больничные койки, стулья, а иногда даже существ, таких как клампс, преграждающих путь. Вдоль коридора можно найти различные предметы для поддержания бега, такие как энергетические батончики и бутылки с миндальной водой, также иногда попадаются предметы, помогающие замедлить или временно заблокировать сущности. Сущности будут приспосабливаться к возможностям человека в беге, вплоть до того, что даже опытные бегуны будут испытывать трудности. Чем дальше, тем меньше становятся сущности и однако те немногие, что остались, будут еще агрессивнее, чем раньше. Сообщалось, что разные люди могут находиться на уровне восклицательный знак одновременно, однако один из них никогда не встретится с другим. Предполагается, что уровень создает копию для каждого человека, находящегося в нем, поэтому нет возможности быть с кем-то другим внутри уровня. Достигнув отметки в 10 километров, в конце коридора можно наткнуться на выходную дверь. Войдя в нее, вы попадете на случайный уровень, причем за кулисье никогда не отправят их сюда снова. Однако если орда сущностей настигнет их, жертва будет убита очень болезненным и жутким способом. В коридоре есть повороты, по одному через каждые несколько километров, что может привести к тому, что странник решит, что он рано достиг выхода. Если вы видите дверь выхода, но заметили поворот в коридоре, не входите в дверь, так как это ложный выход, и он приведет вас в пустую комнату, в результате чего вы будете пойманы сущностями. Единственный способ узнать, где находится настоящий выход, идти дальше, пока не останется поворотов, если вы наткнетесь на тупик с дверью выхода, значит, вы достигли настоящего выхода. Выходы. Пробегите 10 километров до конца уровня, где вы попадете на случайный уровень или, в редких случаях, на уровень, или обратно на уровень 0. В редких случаях можно найти две открытые двери, по одной с каждой стороны коридора, вход в любую из двух дверей приведет на уровень 7191. Если же сбоку есть только одна незапертая дверь, а не две, вход в нее приведет на уровень 7191. При открытии фальшивого выхода есть редкий шанс попасть в комнату плотника. Вход в нее приведет вас на уровень Творца. Уровень 9 секстиллионов 223 квадриллиона 372 триллиона 36 миллиардов 854 миллиона 775 тысяч 807. Хотя многие скажут, что закулисье бесконечное, те, кто знает об этом уровне, не согласятся. Те, кому удалось достичь этого уровня, не могут подняться выше уже многие годы, а некоторые даже тысячелетия. Уровень 9 секстиллионов 223 квадриллиона 372 триллиона 36 миллиардов 854 миллиона 775 тысяч 807. Не только один из самых опасных в закулисье, но и один из самых трудных для входа. Единственный способ правильно описать окружением уровня, это простая, холодная, бруталистская лестница высотой около 29 ступеней, ведущая вверх в конец. Цвет конца не подается человеческому описанию. Самое большее, с чем его можно сравнить, это черный или белый цвет. Он лишен какого-либо цвета настолько пуст, что если долго смотреть на него прямо, то можно расплакаться. Никто не знает, есть ли что-нибудь после этого, или, по крайней мере, нет способа попасть туда, если это так. Это пространство продолжается по меньшей мере на миллиарды километров во всех направлениях. Существование этого уровня, наряду с остальными интегрированными комнатами, было приведено в качестве подтверждения теории о том, что закулисье являются либо симуляцией, либо некой компьютерной системой. Выходы. Войдя в лифт и выбрав уровень в качестве пункта назначения, вы попадете на этот уровень. Если сделать ноуклип в потолок неизвестным способом, можно попасть на уровень 9 секстиллионов 223 квадриллиона 372 триллиона 36 миллиардов 854 миллиона 775 тысяч 807,1 тысячных. Не пытайтесь это сделать. Если каким-то образом добраться до конца и прыгнуть в целостную пустоту, то можно попасть на сцену. Поскольку это не подтверждено, делать это крайне не рекомендуется.